Вот у нас есть! Такие дичайшие места-то, а? Тропы нехоженые. Смотрите, как красиво. Офигеть! Ну что, мы начинаем нашу рыбалку. И сегодня рыбалка будет на поверхностной приманке. Есть у меня вот такой небольшой наборчик. Тут достаточно большого размера попперы. А также есть лягуха, утка, вот такой утеночек. Хорватские яйца такого формата. Очень рабочие приманки. Ну, давайте начнём. Место очень интересное, очень красивое. Я здесь когда-то ловил щуку. И сегодня тоже, надеюсь, всё получится. Ой, какой утёнок хороший. Первый заброс. Вот атака сразу мимо. На первом забросе, ребятушки, видели? Маленькая щука атаковала лягушку мою, а? Ой, уточку, то есть. Она лапами как перебирает хорошо. Играет офигенно. На этом водоёме, то есть на этих лужах, есть достаточно большие щуки. Я надеюсь, сегодня мы поймаем что-нибудь интересное. Атака с первого заброса. Посмотрим, что будет дальше. Вот она! Ах, блин! Опять мимо, ребята. Опять утёнку удалось сбежать. Чего же она промахивается-то так? Я вроде уже и паузу выждал. Она уже вроде как потащила его и всё равно не засеклась. Из кувшинки вылетела сбоку прям. Это уж такая нормальная была щучка. Ну каково за этими атаками наблюдать? Это просто кайф. Вот она, вот она. Опять атака была. Ладно, идём дальше. Я вот так потихонечку прям двигаюсь, прокидываю всю береговую линию. Глубина в этой зоне метров до двух, двух с половиной. Но щука держится на поверхности, я думаю. Тепло, хорошо. Ух ты ж! Видели? Есть. Хе-хе-хе-хе-хе. Вот же она, малышка. Ничего не боится. Прямо атакует возле лодки. Ой-ой-ой-ой. Так, сейчас фотографию бахнем и отпустим. Всё, малышка, давай, иди набирайся. Какая веса. Что-то ты совсем худенькая какая-то. Ну вот, ребятушки, утёнок сработал. Сейчас мы ему жопу поправим и всё. Снова в боевой готовности. Что мне понравилось, то что он мягкий. Ну и лапки прям, конечно, чётко играют. Она прям вот под лодкой атаковала. Кайф. Это просто кайф. Какая же азартная всё-таки эта рыбалка на поверхностной приманке. Некрасивые всё-таки атаки. Я уже рад. Очень хочется поймать, конечно, покрупнее рыбку. Но будем стараться сейчас. Эти лужи, они совсем небольшие. Буквально метров по двести, триста, четыреста. Они вот так вот идут здесь. Это старец Иссельтинского, получается, водохранилища. Ну, селиты, печки. Ну вот. Давайте, погнали дальше. На вертузку, наверное, можно поймать. Вон она летит. Ах, сорвалась. Сорвалась, ребята. Прям с далека шла. Смотрите, какая берёзка на берегу растёт. Маленькая. Вон там вот сейчас по-любому атака будет. Вот одна уже произошла, но мимо. Попробую с паузами такими небольшими. Я думаю, это просто из-за того, что щука не крупная бьёт. Не может нормально проглотить и, соответственно, подсечься. Ну, ещё одну солью сейчас. Если поставлю, попробую хорватское яйцо. На него результативность повыше будет любому, потому что там крючок открытый, открытого типа. Ну, опять её пороситы. Ну всё, это пора заканчивать. Оставим утёнка для змей-головов, а сами сейчас порыбачим на хорватское яйцо. Вот то место, где у меня поклёвки-то все сейчас происходили. Смотрите, здесь глубина с метра где-то. Всего с метра глубины. Солнышко уже вышло, поставлю хорвата всё-таки. Надо же реализовать нормальное количество поклёвок, правильно? Дополнительно застёжку поставил, потому что без неё струна не заходит. Посмотрим сейчас, как на него будет выходить. Чука нет, по сути должна. Вон она атака. Ну давай, добирай. Всё мимо, всё мажет. Вон ещё раз. Не, ребят, с такими атаками просто можно с ума сойти. Ну вот не засекается и всё, уже хорватское яйцо поставил. Просто она вот как-то мимо, 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 мимо. Жду её, блин. Вот этот азарт играет. Просто капец, кровь кипит. Красивые атаки. Конечно, очень азартная рыбалка. Сейчас всё-таки я поймаю её, поймаю. Вот у нас есть. Ой, как это было хорошо. Как это было красиво. Тоже не большая. О, лягушку мою скинула. Но главное есть. Вы видели, как она из кувшинки просто стрелой летит. Бамс! Взяла. Хе, фигушка. Ой, утка отдельно. Вот, пожалуйста, как раз посмотрим на оснастку её внутри. Кстати, когда двойник затупится, ещё что-нибудь можно поставить свой. Очень удобно. Ну давай, спасибо тебе за эмоции. Гулянь. Так, ну крючки возвращаем обратно. Оп. Вот так вот раз. Два. Ну всё, вроде снова в боевой способности. Всё-таки я её, ребята, выловил с этих кувшинок. Атака шикарная просто. Бамс! Подсёк. Фух. От этой эмоции. Вот именно с такими эмоциями-то мы ездим на рыбалку. И поверхностные приманки позволяют прям ощутить весь этот спектр. Это просто класс. Утёнок сегодня рулит, я вам скажу. Попробовал уже и много приманок. Но вот утёнок просто выигрывает. Поднимается ветерок. Сейчас будем переезжать в другую старицу. Следующую лужу. Километров двух, наверное, от этой. Короче, там теперь попробуем. Фух. Кайф. Да, кстати, я же совсем не сказал в начале рыбалки. Ловлю на спиннинг Релакс Сармат. В тесте 7,28 грамм. Унцовка. 782 модель. Это джиговая серия спиннингов. Но отлично подходит для разных условий. Я уже которую рыбалку с ней ловлю. Очень приятный спиннинг. Очень лёгкий. Во-первых, это, наверное, один из самых главных плюсов. Ну и, конечно же, чувствительный. Поэтому мне всё нравится. Очень такой лёгкий комплект. Кайфуем, в общем. И просекает всё, когда надо. Единственное, вот судака ещё на него не ловил. Но думаю, совсем скоро порыбачим. А вот. В принципе, да и всё. Красивый такой ещё дизайн у него прям офигительный. Вот так вот. Ну, теперь можно и кофеёчка бахнуть. За это всё обмыть, так сказать. Ляпота. Утро на реке. Поклёвки азартные. Что ещё нужно для счастья, а, ребят? Заплыл в новую лужу. Вот здесь вот такой вот закуток, заливчик. И потом пошире становится там. Сейчас вот здесь в первую очередь обкидаем. Посмотрим наличие рыбы. Там вот ветерок задувает. Вот там вот. Возможно, придётся переключиться на силикон. Либо на железо. Ну, сейчас посмотрим. По ситуации будем действовать. Ох, какая атака была, ребята, бешеная. Не просёк. Обалденная атака была. Щучка такая приличная, достаточно хорошенькая была. Маленькая там окошко. Она вроде хорошо атаковала, но мимо, мимо. Маленькая там окошко. Есть. Я её за спину поймал. Ха-ха-ха. Вот так вот втекает сармат щуку. Малыха промахнулась. Ха-ха-ха. Ё-моё. Давай. Да. Первый раз у меня такое. Чтобы за спину на утку щуку всечь. Это вообще как возможно? Малыха ещё такая. Ё-моё. Капец просто. Это капец. Вот, конечно, сейчас можно было бы поставить хорватское яйцо тоже, к примеру, и добрать эту щучку. Но. Но. Почему-то я дальше кидаю утёнка. На него реально просто клюёт. Офигенно. Сейчас я её спровоцирую. Вот она. Ай, блин. Всё, короче. Убираем утёнка, ставим хорватское яйцо. Ну, надо же поймать. Ну, чё это вообще творится? Я не могу. Это капец какой-то. Видимо, из-за того, что он достаточно большой, достаточно большой, ей трудно его сожрать. Ну, это вы видели вообще, чё там творится за атаки такие сумасшедшие? Капец. Есть! Вот она. Засёк всё-таки. Капец. Смотрите, спиннинг в дугу. Через все дебри протаскиваем. Ого. Иди к папочке. Маленькая. Но съела полностью яйцо. Ого. Вон его не видно. Вот это я... Ух ты! Там ещё и чебак в ней хвост торчит. Вот это я понимаю. Вон, смотрите, ребят. Какой хвост у неё чебака во рту был. Блин, ну, конечно, очень сильно она съела приманку. Я надеюсь, сейчас оклемается и выживет всё-таки. Давай, щучка, я тебе желаю здоровья. Спасибо за эмоции. Вот, яйцо порезультативнее, конечно, будет, да. Но то, как играет этот утёнок, мне прям очень нравится. Давай, щучка. Фууу! вот это рыбалка рыбалочка атаки прямо зрелищные базара нет я еще через недельку полторы на балхаш уезжаю за змей головом вот там этот утенок точно кстати будет будем змеев на него таскать вот и уже и на берегу рыбалку завершаем поднялся ветерок уже особо на поверхностные приманки не порыбачить в принципе поклевок получилось сегодня достаточно с реализация хромала но это полагаю что из-за того что утенок чуть крупного но скоро поедем за змей головом там просто дадим жару я вам обещаю так что ждите ждите контейнер новостей обязательно подписывайтесь на мой инстаграм там всегда все самое интересное и свежее ну все всем пока до новых встреч